Здравствуйте, это Элина и мой канал Enough. Довольно. Сегодня я говорю довольна мобилизации, довольна смертей, довольна убийств, как украинских людей, украинцев, так и российских солдат. Сегодня я вам расскажу несколько интересных вещей в своем видео и план этого будет вот какой. Буквально два слова я скажу о себе, потом я скажу о том, что происходит совсем чуть-чуть в Украине, почему это агрессивная война и почему она никому не нужна. Потом со ссылками на разные каналы я покажу вам, где взять информацию и дам конкретные советы обобщенно из многих разных источников о том, как избежать мобилизации. И в заключение я покажу вам, что происходит в украинском плену с российскими военнопленными, что происходит вообще, как они живут, как их кормят, чем они занимаются и так далее. И дам вам ссылку на то, на украинский, на украинский телеграм-канал, где предоставляется вам информация о том, что делать, если вы попали в Украину и если вы хотите, если вы хотите выжить и если вы не хотите вести эту агрессивную убийственную войну. Итак, меня зовут Элина, я экономист, финансист в прошлом, доцент нескольких российских вузов. В последние 18 лет я живу в Канаде и занимаюсь исследованиями в разных областях. В частности, я писатель и путешественник. Я побывала в 42 штатах США, в ряде стран Европы, Западной Европы. И, кроме того, я побывала во многих провинциях Канады. И у меня достаточно большие, обширные количество подписчиков и друзей в разных странах. Поэтому я получаю свою информацию не только из официальных каких-то источников, не только из каких-то видео на Ютубе, не только из каких-то организаций и каналов, типа «Популярная политика», например, или телеканал «Дождь» или что-то еще. То есть у меня есть много информации с первых рук. И если я ссылаюсь на, допустим, или Википедию, или на «Популярную политику» канал, или на канал Навального, или еще на что-то, то это значит, что эта информация подтверждена из множества других источников, включая, если касается войны в Украине, это от украинцев, которые живут по всей стране в разных ее регионах. Если вы считаете, что... Я получала тут некоторые письма от Тролли на тему того, что вот вы не были вот там-то, и поэтому вы не можете судить. Мы не живем в каменном веке. Большинство цивилизованных людей всего мира знают о том, что для того, чтобы получить какую-то информацию о чем-то, не обязательно куда-то ездить и ногами ходить. Можете ходить на руках, если вам нравится. Но я этими глупостями заниматься не буду. Так поступают все ученые, все исследователи. Они проверяют информацию из разных источников. Что я и вам советую делать? Информацию, которую я предоставляю, пользуйтесь ей на свой страх и риск. И это вы принимаете решения, касающиеся вашей жизни. Я всего лишь показываю вам ситуацию, как она есть. Я предоставляю, где взять эту информацию. А проверять эту информацию, принимать какие-то конкретные решения, уезжать вам оставаться, мобилизовываться, не мобилизовываться. Это ваше личное дело. Будьте взрослыми. Если вас призывают, значит вам уже есть 18 лет. Это значит, что вы взрослый человек, способный принимать собственные самостоятельные решения. Вся проблема в том, что у многих из вас этой информации нет. Я говорю о россиянах конкретно. Либо они ее не искали, либо эту информацию от них скрывали. Причем скрывали годами. Я говорю вам правду. Путин вам лжет. И я вам это доказываю на своем канале. Во многих видео. Конкретно, например, вот есть очень конкретный плейлист. Он называется «Важно знать о войне в Украине». Первое видео здесь рассказывает в целом о ситуации. То есть это как бы последним было видео записано. Это выводы. В каждом из этих видео, в описаниях к ним, есть конкретные ссылки на конкретную информацию, которую вы вольны проверять. Например, личное интервью Владимира Путина на русском языке. Где он рассказывает о том, что и Крым принадлежит Украине. И что он согласен с границами, которые были в момент подписания Будапештского меморандума 1994 года. И это признание ФСБ офицера Стрелкова о том, что он начал войну в Украине лично со своими войсками и так далее. То есть все вот это здесь приводится. Можете пойти поспорить с Путиным. Можете пойти посмотреть, есть ли нацисты в Украине, есть ли нацисты в России. О каких нацистах вообще идет речь. В Украине не больше нацистов, чем в любой другой стране. Даже меньше, чем во многих. В России больше нацистов, чем в Украине. Я это доказываю конкретно в своем видео. О военных преступлениях российской армии, обо всем. То есть вы вольны эту всю информацию проверять и принимать осмысленное решение, что вам делать и как вам поступать. Итак, первое, что мы с вами посмотрим, это канал «Популярная политика». Это господин Жданов. И немножко поговорим о том, что происходит. Вот что конкретно происходит в Украине. Сейчас уже вышел отчет Организации Объединенных Наций. Подчеркиваю, на Россию никто не нападал. Никаких идей ни тогда, ни сейчас у НАТО стран НАТО не было. Ни на нападение на Россию, ни о чем. Об этом тоже есть видео на моем канале. НАТО это защитный альянс. И господин Лавров имеет наглость выступать и заявлять, что видите ли русофобия. Какая русофобия? Россия развязала самую ужасную войну в Европе со времен 1945 года. В этой войне погибло более 55 тысяч россиян, только убитыми. И поэтому Россия совершает чудовищное военное преступление. Уничтожает украинские города. И если вы ожидаете, что от этого в сердцах украинцев или любой другой страны, особенно после того, как в последнем выступлении Путин украшает миру ядерной бомбой, россиян будут особенно сильно любить, то вы крупно ошибаетесь. Тем не менее, мир понимает, что эту войну развязал Путин лично. И гнев мира направлен против него в первую очередь. Вот за что. В Изюме завершилась эксгумация тел из могил, обнаруженных там после ухода российских войск. В общей сложности эксгумировали 436 тел. Большинство имеет признаки насильственной смерти, а 30 – следы пыток. Абсолютное большинство погибших гражданские. Только 21 человек идентифицирован как военный. В докладе ООН сообщается о 5916 погибших и 8616 раненых гражданских. За прошедшую неделю погибли около 100 мирных украинцев. И смерти продолжаются каждый день. Отмечу, что в предыдущем отчете ООН, который касался до 2021 года, 25 человек погибло мирного населения в 2021 году. И это так возмутило Путина, что он теперь кричит на каждом углу «Ах, пойдем спасем украинцев!» где он был в 2014 и 2015 году, когда большинство мирного населения погибло. Путин развязал войну на Донбассе. За это несет ответственность лично он, лично Матвиенко. И это я тоже доказываю в своих видео. Они могли не начинать эту войну. Они могли ее прекратить в любой момент. Они могли ввести миротворцев, разрешить ООН ввести миротворцев. Они все это могли сделать. На Донбасс не допускались ни журналисты из нормальных цивилизованных стран и цивилизованных изданий, не считая каких-нибудь прокремлевских из-за угла каких-то там блогеров, которые сидят в подвале дома своей матери, когда им 40 лет. Это считается здесь на Западе совершенно в западных странах, в цивилизованных странах, в демократических странах. Я не знаю, в Канаде, в США. Если взрослый мужик до сих пор живет с родителями в этом возрасте и сидит в подвале их дома, у него не все удачно в жизни складывается. И он ни в коем случае не является ни официальными новостями, ни кем. То, что на российское телевидение вытаскивают какие-то американцы, это не значит, что он вообще знает что бы то ни было, что он какой бы то ни был эксперт в чем бы то ни было. Это все равно, что взять бабушку с рынка, посадить ее перед телеэкраном, и она будет вам рассказывать об экономике. Сейчас я вам покажу крысу. Крысу, загнанную в угол, которая больно кусается, но при этом кусает само себя за хвост. Для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях, считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Столько вранья в нескольких фразах. Какая защита, какой территории? На Россию никто не нападал и не нападает. Это Россия напала на Украину и отняла у нее три территории. Крым и две так называемые республики, в которых сейчас под дулом автоматов проводится референдум. По квартирам ходит, я референдум и сделаю отдельное видео, поэтому сейчас на этом останавливаться не буду. Когда по квартирам ходят с автоматом, с автоматчиком тетка с бумажкой, на людей наставляют автоматы, говорят, вы за Россию? Попробую сказать нет. Во-первых, на Россию никто не нападал. Это Россия агрессор, которая развязала войну в Европе. Во-вторых, он даже трус настолько, что он не может сказать, что это его личное решение провести мобилизацию. Он, видите ли, вынуждит согласиться. Повторю, речь идет именно о частичной мобилизации. Опять ложь. Объяснять, что земля крутится вокруг солнца, это все равно, что доказывать, что Путин врет. Путин врет всегда. Но просто посмотрите, что он говорил еще несколько месяцев назад. Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные. Ну, хоть кто-нибудь, хоть кто-нибудь ему еще верит. Он говорит про частичную мобилизацию. Но это такая же речевая уловка, как называть войну спецоперации. Конечно, она никакая не частичная. Она затрагивает вообще кого угодно. Вообще всех. Шойгу, который выступал... То есть, совершенно справедливо. Какая частичная мобилизация? В Бурятии людей забирают... Студентов забирают прям с лекций. Прихватили отца пятерых детей. Прихватили какого-то айтишника из Сбербанка, которому 32 года он не воевал никогда. Прихватили мужика, которому 60 с лишним лет из Волгоградской области. Потому что он, видите ли, там какой-то командир или что-то в этом духе. То есть, не зря по России проходят антивоенные акции. То есть, наконец-то, россияне начали просыпаться и понимать, что война приходит и в их дома. Именно против этого я выступал на своем канале и выступаю теперь. То есть, я знал, что это будет. Потому что не надо быть особенно умным или семипядей во лбу, чтобы догадаться, что когда идет такая война, когда города Украины разрушаются, как тот же Мариуполь на 95%, как тот же Изюм процентов на 80 с лишним, что вот эта война не придет к вам в дом? Вы знаете, за что его задержали? Спрашивают? Нет, не знаю. Вот как российская полиция обращается с российским народом. Только потому, что они выступили против войны и против мобилизации. Этот знак говорит, хочешь, как я? То есть, вы мечтаете посидеть в инвалидном кресле? Пожалуйста. И что происходит? Отошли все, отошли все! То есть, смелые россияне вышли на улицы. О том, как против мобилизации протестуют. Акция протеста прямо сейчас проходит в Махачкале, столица Дагестана, вернее, завершается. Люди там сегодня почти весь день митинговали против мобилизации. Полиция жестко задерживала протестующих. Были слышны выстрелы. По крайней мере, есть еще в России смелые люди. Это Дагестан. Совершенно справедливо. Позор. За что? Вот за что? Людей не волновало, когда убивали украинцев. Люди кричали от радости при захвате Крыма. Ну что, думали, это все бесплатно? За все надо платить. Сейчас россияне платят жизнями своих родных и близких за захват Крыма. За нарушение международных законов. И вот все, что происходит. Но сейчас я говорить об этом не буду. Я доказываю все это в своих других видео. Сейчас мы поговорим конкретно о мобилизации. То есть это убийство. Это убийство россиян. И превращение их в убийц. Их буквально пытаются помазать кровью и втравить в военные преступления. Никакой благородной войны в Украине нет. Это агрессивная война, которая нужна лично Путину. И все. Больше она не нужна никому. И эти мобилизованные люди, которые не умеют воевать. Сейчас глупо надеяться, что вот они что-то там изменят вот эти люди, которые их сейчас призывают. Во-первых, их могут призвать аж до миллиона человек. Как вам расскажется интервью Иван Жданов, которую я показывала в начале. Далее, это нет ни логистики, нет ни оборудования. Им выдают ржавые автоматы. Возможно, вы еще в моем видео увидите это или посмотрите сами в тех программах, которые я вам показываю. То есть причин для этого нет. Это будет просто убийство. Ваши родственники никогда не вернутся прежними. Они либо превратятся в убийц, которые не смогут жить с тем, что они сделали. Либо их там просто убьют или искалечат. И слушать вот это всякое вранье на тему того, что вот вы там будете где-то там в тылу сидеть, что-то там делать, охранять какой-нибудь склад. Я вам сейчас покажу тех, кто вот эти вот склады воображаемые охранял. Фонд борьбы с коррупцией и их юрист. Вот конкретно есть целое видео о том, что нужно делать, вот как этого избежать. Есть советы юриста. Самое главное, избегайте попадания в армию до призыва. Потом освободиться живым сильно сложнее. И помните, все зависит от вашей мотивации к сопротивлению. Мотивации к тому, чтобы не стать убийцей и не погибнуть самому. Это юрист Александр Помазуев, юрист фонда борьбы с коррупцией. Теперь мы поговорим о том, как скрываться от повестки, куда бежать и так далее. Это вот есть передача господина Бойко на популярной политике. Но я тут собрала информацию по разным источникам и подведу немножко итог. То есть в целом, во-первых, мобилизация не частичная. То, что происходит сейчас в России, это уже доказало. Как я вам сказала, призывают всех подряд, кого смогли поймать. То есть ваша задача не попасться. Потому что если вас заберут и вы потом не сможете не доказать ничего, когда вы окажетесь в окопах, будет поздно обращаться к юристам и что-то там доказывать. Во-первых, не сработают никакие ваши справки. Никакие юристы не помогут вам. Когда говорят пушки, законы молчат, как говорится. Это в этом совершенно право и господин, с которым мы только сейчас говорили. И юристы все сходятся на том, что никакие болезни. Вы не будете доказывать, что у вас там плоскостопие. Если вы появились в военкомате, вас заберут. И сейчас не работает ни сколиоз. И справки ваши не помогут вам. Не поможет вам и место работы на каком-то госпредприятии, связанном с обороной. Забирают и оттуда. Ваши личные собственные работодатели предают вас. И докладывают государству о том, что у них есть люди, которых нужно призвать. Поэтому, как говорит господин Бойко, как говорит в принципе любой здравомыслящий человек. Не берите повестку вообще. Не прикасайтесь к ней. Старайтесь не попадаться, чтобы вам не вручили ее в руки. Но даже если повестку вручили вашим родственникам, что не положено делать по закону. А закон не работает. Потом вы будете долго доказывать, что вы эту повестку не видели и так далее. То есть, если вы появитесь в военкомате, вас заберут. Если вам прислали какую-то бумажку или позвонили по телефону и сказали, не поднимайте трубку телефона, если вы не знаете, кто вам звонит. Не открывайте двери, не подходите к двери, если вам звонят в дверь. Особенно ночью. Сломать дверь очень сложно. И, как правило, ломать ее не будут. Просто позвонят в соседнюю дверь и там им откроют. То есть, они идут сейчас по пути наименьшего сопротивления. Как можно легче, как можно быстрее забрать того, кто доступен. Кто оказался таким глупцом, что пришел сам. Надеясь на то, что у него есть какие-то справки там или что-то еще. Кто открыл дверь. Тех, кто приходит на митинги, некоторых забирают. Это есть такие уже данные. Поэтому, если вам вручают поездку на улице, бегите. Многие милиционеры, полицейские, как теперь их называют, они не способны вас догнать. У них у всех пивное брюшко. И догнать они вас, скорее всего, не смогут. Ну, а если уж догнали, то вы попались. Тут уже ничего не поделаешь. Ответственность разная, в зависимости от того, вы резервист, вы не резервист. Но всегда она меньше. И причем существенно меньше. Если вы еще не получили повестку. Или если вы не пришли в военкомат и вас уже не посчитали мобилизованным, призванным уже. То есть может дойти максимум где-то до 3000 рублей штраф. Хотя вас будут долго запугивать, что вас там в тюрьму заверут, сейчас на 20 лет посадят. Как правило, это не так. Организовать подобные процессы сложно. И по этому пути пока никто не пойдет. В большинстве случаев. В любом случае лучше отсидеть два года в тюрьме, чем погибнуть на фронте и чтобы вас разорвало на куски в окопе. Но это решать вам, если вы предпочитаете второе. То что я могу сделать. Значит, повестку не берите. Никакие юридические способы не работают. Никакие болезни не помогут. И если бежать, то время это сейчас. До того, как вы получили повестку. До того, как вас забрали в армию. До того, как вы уже, тогда уже считается, если вы уже попали в армию и бежите оттуда, вы уже дезертир. И наказания на эту тему другие. Но тоже не настолько серьезные, чтобы рисковать ради этого жизнью. И, как утверждает господин Бойко, никаким решалом не ходите. Не платите деньги тем, кто говорит, я вам могу решить вот этот вопрос. Как правило, они помочь вам не могут. Напротив, они привлекут к вам внимание. И в большей степени вы скорее попадетесь, потому что подняли волны вокруг вашего имени. И про вас узнали в военкомате, что вы такой есть. Что еще? Есть масса способов скрыться. В деревню бежать не советует господин Бойко. Я с ним согласна. Дело в том, что в деревне и в маленьких городках, и на всяких там дачах, если только там вообще никто не живет в дачном поселке, вы будете на виду, как воспаленный палец руки, если вы выставите вверх. Дело в том, что гораздо проще затеряться в крупных городах, особенно в городах-миллионниках. Но при этом нужно понимать, что глупости делать не надо. Ходить по улицам, особенно в оживленное время суток, посещать магазины в это время. Господин Бойко из своего собственного опыта побега от полиции советует, что с 7 до 8 утра и с 8 до 10 вечера оптимальный вариант посещения магазинов. А лучше, если кто-то будет посещать магазины за вас. Далее. Вам придется решить три основных вопроса. Это еда, жилье и связь. Ни в коем случае не пользуйтесь своим собственным телефоном. Либо включайте его как можно дальше от тех мест, где вы скрываетесь, если вам нужно с кем-то там пообщаться. И после этого полностью отключайте его и ни в коем случае не пользуйтесь. Лучше всего заведите себе кнопочный телефон и какой-нибудь, причем покупайте его не сами, покупайте телефон и сим-карту, попросите купить какую-нибудь женщину. Лучше всего не жену и не мать. Вот. Ну, то есть не родственника. Если скрываетесь, то лучше прятаться у людей, которые не родственники, можете с кем-то обменяться. Вы прячетесь у них, а не у вас, но если придут за вами, могут найти его и забрать его. То есть есть такая возможность, есть такой вариант, то есть опасность такая есть. Ну и если кто-то еще может уехать, уезжайте, что я могу сказать. Потом вывезите семью. Если вы думаете, что это сложно, это не так сложно, как вам кажется. И пока еще возможность такая была. Но сейчас говорят, что вводят выездные визы для россиян. Я не могу утверждать, они уже точно введены или нет. Если нет, попытайтесь воспользоваться и уехать. Господин Бойко перечисляет ряд стран, то есть как вот это все делать. То есть самый худший способ у этого уезжать с самолетом. Потому что там проверяют документы очень активно. Поездом тоже не очень хорошо. Лучше всего либо автобусом, либо личным автомобилем. Но часто иногда их проверяют на границе более активно. Автобусы проверяют меньше, как он утверждает. Что делать? Вопрос, что делать? Самый главный сегодняшний вопрос. Что на самом деле делать? Самый надежный вариант, он один. Уехать из страны. Быстро. Сегодня. Вчера. Не верьте всякой фигне в телеграм-каналах. Что не выпускают. Что там всех разворачивают. Это неправда. Последний лично мне знакомый человек. Мужик совершенно призывной, здоровый. Первая категория. Пересел границу буквально часа три, получается. Три с половиной уже назад мне написал, что все, я в Казахстане. Выпускают. Надо правильно все делать и все выпускают. Без виз. Можно уехать в Турцию, Армению, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Грузия, Дубай, Беларусь. Вообще список огромный. Вся Латинская Америка практически. Там либо электронная виза, например, в Мексику, либо вообще без визы в Аргентину. Важно. Когда мне люди пишут, что я буду делать в Кыргызстане. Так ты не сиди в Кыргызстане. Есть туда подходящий рейс, берешь билет и валишь. Дальше замер, огляделся и поехал в какую-то другую страну. Вообще сильно очень недооценена Латинская Америка. Россиян там рады. Никакой русофобии там нет, потому что они вообще не знают, где Россия, и что это такое, и какой цвет паспорта, и на каком языке вы разговариваете. Русофобии в Латинской Америке нет. Попасть туда легко. Депортаций там не бывает. Путину выдавать вас там никто не будет, а стоимость жизни сопоставима с Российской, а если еще не в центральные города ломануться, то еще и дешевле. Совершенно недооцененная. Просто кучу рекомендаций вижу. Все там спорят Грузия или Армения. Мексика. Мексика. Нет дальше места от Путина, чем Мексика и Аргентина. Никогда вас оттуда... А если еще с женой уедете и там ребенка родите, то получите гражданство за два года, а ребенок сразу при рождении. Все. Уезжать. Куда? Если нет заграна. Самое глупое, что вы можете делать, пойти во ВИР, получать загран. Простите, но вы в военкомате и на фронте окажетесь быстрее, чем получите загран. Не надо идти в России получать загран сейчас, если вы призывник. Есть четыре страны, в которые можно попасть без заграна. Это Армения, Кыргызия, Казахстан и Беларусь. Кыргызстан, простите. Это надо запомнить. Армения, Кыргызстан, Казахстан, Беларусь. Пускают по российскому паспорту, выезжаете, потом идете в этой стране в российское консульство и там получаете загран. Это так работает и это, если это не Беларусь, отдельно про нее сейчас скажу, это относительно безопаснее. Никто вам в Казахстане не будет вручать повестку. Если вручат, подотретесь немножко, сэкономите на туалетной бумаге. Насчет Беларуси хотел сказать, что я слышала в ряде других сообщений, что это неудачный вариант. Даже как перевалочный пункт это довольно опасно, потому что местный диктатор Лукашенко запросто выдаст вас Путину. Поэтому вот такая информация для вас. Думайте побыстрее, потому что иначе будет поздно. Вот это тоже популярная политика. Со всей страны каждый день десятки автобусов с призывниками отправляются на войну. А чтобы мобилизация шла активнее, Путин применяет свой любимый инструмент – запугивание. В законе, который Госдума предусмотрительно приняла за день до объявления мобилизации, прописали сроки за уклонение от армии и дезертирства. В СМИ и телеграм-каналах пишут, что за бегство от призыва может грозить до 10 лет. О том, почему это всего лишь запугивание, рассказал юрист ФБК Александр Помазуев. Все это запугивание про то, что за неявку в военкомат могут дать до 10 лет – это полная чушь. За неявку по повестке, даже в условиях мобилизации, вам максимум может грозить до двух лет лишения свободы, при этом по действующему законодательству. Если вы не были судимы, то даже этот срок для вас ни при каких обстоятельствах не может стать реальным. Даже Минобороны на своей горячей линии подтверждает, что за неявку в военкомат может быть только штраф от 500 рублей до 3000. И поэтому главный совет сейчас – ни при каких обстоятельствах не появляйтесь в военкомате. У этой мобилизации нет ограничений, забрать на войну могут всех. Вот и подтверждение этому. В одном из военкоматов семьям призывников сообщили, что до 10 ноября в России планируется провести три волны призыва. Об этом пишет Дождь. Сотрудница военного комиссариата так и заявила – никто не спрячется, никто не скроется, ни про кого не забудут и найдут всех. На самом деле так и есть. Путин видит, что проигрывает войну, теряет тысячи солдат, и ему просто нужен новый расходный материал. Совершенно справедливо. Потому что если рассматривать практически озвученные цифры Шойгу, что около 6000 человек погибло, из более 150-тысячной армии, там даже 180 тысяч было, если не больше, в Украине, то с какой стати нужна мобилизация? То есть сам факт того, что мобилизация нужна, говорит о том, что Путин проигрывает войну. Я советую это помнить всем. И вот, кстати, памятка. Это медиазона называется, сайт. Памятка уклониста. Несколько советов от правозащитников о том, как не попасть под мобилизацию. Написано Екатерина Орлова. Если у вас есть мобилизационное предписание, попробуйте подать отказ на отказ от службы и замену ее на гражданскую. Но при этом, еще раз вам говорю, не появляйтесь в военкомате. Ни в коем случае. Напишите это заявление. Здесь есть ссылка на него. Вот если вы сюда нажмете. Чтобы оно у вас было с собой, но ни в коем случае не ходите. Это на какие статьи из закона можно сослаться при этом и так далее. Но это только если вас поймают. Не нужно идти лично в военкомат. Это очень опасно. Отправьте доверенное лицо. Поэтому заранее сделайте, если можно, доверенность на кого-то из ваших родственников, которые могли бы заниматься вашими делами. И могли бы для вас подавать какие-то заявления и так далее. То есть лучше всего это сделать. Если вам шлют повестку, постарайтесь не получать ее под подпись. За неявку грозит штраф. Если нет ни повестки, ни предписания, лучше залечь на дно, как я вам уже говорила. Ну, о том, что работодатели сообщат о вас в военкомат. Ни в коем случае не являйтесь на военные сборы. Уехать можно пока. Было. Насчет того, что пересидеть в деревне у друзей, только не в деревне, можно. Уголовной ответственности за неявку по повесткам мобилизации, похоже, нет. То же самое. Негоден по состоянию здоровья – это сложно. Кстати говоря, вот это особенно популярно. Сейчас Google заявил, что самый наиболее часто задаваемый вопрос в Google – как сломать руку так, чтобы не больно было и чтобы на фронт не забрали. Но это, конечно, бред. Об этом и господин Бойко говорит. Зачем до таких крайностей доходить, если можно просто не появляться в военкомате и не брать повестку. И в дальнем случае все будет зависеть от того, как вы будете сопротивляться. Вам будут угрожать, вас будут запугивать. По большому счету, лучший вариант для россиян – это выйти на улицы и добиться того, чтобы свергнуть этот режим. Но поскольку я нахожусь в Канаде и с вами на улицы не выйду, то призывать к этому я считаю для себя неправильным. Вот, кстати, тоже есть интересный телеграм-канал, которым юристы консультируют, как противостоять призыву при облавах этой незаконной практике задержания людей насильственно, причем их одним днем потом отправляют в армию. Почему облавы незаконны? Тоже почитайте. По закону уклонист – это тот, в отношении которого возбудили уголовное дело по статье 328 УК РФ. Уклонистами не могут быть призывники, которые еще не получили повестку. Полиция вправе вручать повестки, но не вправе насильственно доставлять военкомат. Кроме того, повестки должны вручать не раньше, чем за три дня до срока явки в военкомат. А сейчас людям вручают, они в тот же день появляются там, причем в тот же день проводят медицинское освидетельствование и тут же отправляют. На практике во время рейдов призывников силой доставляют на медицинское освидетельствование, игнорируют на нем их жалобы на здоровье, выносят решение о призыве и отвозят на сборный пункт для отправки в армию. По закону, медицинское освидетельствование и отправку в месту службы должны производить в разные дни и по отдельным повесткам. Также призывников лишают возможности обжаловать решение призывной комиссии. Это нарушает конституционное право на охрану здоровья и судебную защиту. Запомните, в России сейчас закона нет. Его полностью нет. Их насильно удерживают в военкомате, их насильно удерживают на сборном пункте. И что делать близким? Связаться с правозащитниками, например, вот по этой горячей линии, обеспечить привозненнику непрерывную связь, пополнить счет, привести кнопочный телефон и консультировать о правах и возможных действиях на основе инструкции от правозащитников. Если комиссия выносит решение о призыве, близким имеющим доверенность следует сразу подать исковое заявление в суд об обжаловании решения призывной комиссии. Это в этот же день приостановит возможность реализации решения о призыве. Если призывник уже на сборном пункте срочно связаться с районным и городским УВД, с районной городской прокуратурой, с прокуратурой военного гарнизона и заявить о факте незаконного задержания и нарушения прав призывника. Подать письменные жалобы в УВД главе исполнительной власти субъекта РФ и комитет по законности, безопасности и правопорядку на незаконные действия сотрудников полиции. Но я хочу вам сказать, что законы в России не работают. Они мало работали раньше и не работают сейчас совсем. Поэтому не попадайтесь. А если попались, бегите при любой возможности. Убежать с фронта вам будет намного сложнее. И то, что говорят и дальше будет о сдаче в плен, это крайний вариант, который вполне возможно для вас может не сработать. Почему? Потому что вы можете до фронта просто не доехать. Какой-нибудь удар из Хаймарса и весь поезд на котором вы едете превратится в пепел. И вы вместе с ним. Если вы ожидаете, что вам дадут автоматы и вы будете там в кого-то стрелять, то это вполне возможно тоже не произойдет. Вас посадят в окопы и вы будете сидеть и подвергаться ударам артиллерии и Хаймарсов. То есть вас размажут по окопу до того еще, как вы успеете выстрелить в кого бы то ни было. Тем более, зачем вам стрелять своих братьев-украинцев? Что они вам сделали? Никакой опасности для России нет. Вот это снова канал «Популярная политика». Его имя Владимир Золкин. Он украинец и создал проект «Ищи своих». Он проводит массовые интервью с российскими военнопленными. Наблюдает за их, как они их содержат. И снимает это все на видео. Дает им поговорить с родственниками. И у него целый канал таких видео. Вы можете посмотреть, может найдете своих родственников или друзей там. Можете подать на то, чтобы их обменяли. И вот он рассказывает о том, как содержатся военнопленные в Украине и что вообще происходит. Скажите, как мобилизация скажется сейчас на вашей работе? Чего вы ожидаете? Значит, смотрите. Никаких сенсаций. Все будет так, как и идет. Эта война будет долгой и кровопролитной. В принципе, о чем я говорила изначально. Вы, конечно, можете слушать различных военных экспертов. Но изначально я, в частности, говорил о том, что если Россия не остановится, то литься будет кровь очень долго. И с вашей стороны, и с нашей стороны. Несмотря на то, что, по сути, пехотой или мясом уже никто не воюет. А мы прекрасно понимаем, что этих людей отправляют, безусловно, на мясо. Потому что у них нет никакой подготовки. Мы уже видим видео, где у них инсульты случаются прямо возле этих автобусов. Мы уже видим видео, где они там нажираются, извините, и падают пьяными. То есть это просто факт. Людей отправляют, которые абсолютно ничего об этом не знают. Но самое интересное, что на моей работе это не скажется никак, потому что они тоже будут сидеть у меня на интервью и рассказывать, что воевать они не хотели. Что их просто принудительно мобилизировали. А давайте вспомним, что рассказывали до этого. Сначала рассказывали, что их отправили на учения. Это правда. Потому что им только перед заходом в Украину объявили, что они идут в Украину. И то не всем. А дальше пошли ипотеки, кредиты. И те, которые отслужили в армии по 20 лет, им полгода оставалось. У них как бы вариантов нет. Их сюда отправили. Опять-таки принудительно. То есть не в войне, не в моей частности работе ничего не изменится. И да, в принципе, исходя из того, сколько россиян собрались набрать, сказали о потерях 6900, по-моему, около того, а призывают 300 тысяч. Вы серьезно, что ли? То есть 6900 потерь нужно призывать еще 300 тысяч военных? То есть как-то это не складывается. А на самом деле их далеко уже за 50000 потерь у россиян. Но эти потери будут продолжаться и у вас, и у нас. Разница только в том, что если Украина сдастся, или Украина остановится, прекратит обороняться, то не будет Украины. А вот если Россия уйдет домой, то просто не будет войны. Вот в чем разница. Владимир... Он совершенно в этом отношении прав, потому что это совершенно справедливо. Войну может прекратить Путин в любой момент, в любой. Тем не менее он продолжает эту войну вести и все вот это вот устраивать. Массовые убийства как мирных жителей, так и военных в Украине. Украина ни на кого не нападала. Чей-то флаг там в Крыму развивается. Он не канадский, не американский, не флаг Европейского Союза. Это российский флаг. На территории страны, которая обещала защищать границы Украины, когда подписала Будапештский меморандум. Это флаг России. Россия захватывает территории. Вот что российские военнопленные говорят на канале у господина Золкина. Младше тебя? Да, командир рота был младше меня год на два. Два-три года. Опытный боец? Нет. Что вы между собой разговаривали? Ни о чем, в принципе. Как бы не помереть бы. Не помереть бы? Ну, вы же между собой добыли еды. Как вы оцениваете логистику и уровень обеспечения войск Российской Федерации? Второй армии мира? Не очень. Не, в каких-то полках, там, первый пол до нас был. Им привозили все четко. Вот у нас 15-й, гвардийском, стрелковый. Всегда были проблемы с этим. Изначально. Сухопайков хватало? Не всегда. Ну, все предположено, один сухопай на сутки на каждого солдата? Да. Начало так и было. Потом, когда уже часть наших спиритка ушли, остались механики, водители на заднюю полосу перешли. Ну, точнее, не перешли, мы там и были изначально. Начали выдавать по одному сухопайку на два дня на солдата. И вы, типа, получается, не доедали? Ну, что-то вроде того. Ну, выдавали там с гуманитарки иногда. СЗВ вот это вот так называемое. Вкусное? Ну, я не ел, поэтому... Там одни кости. Можно сказать. Ну, вторая армия мира должна ехать на костях, видимо, там, солдаты сытли. Были у вас двухсотые, трехсотые? Это трупы. Проживания напередки ранены. В девятой роте один двухсотый, в основном остались все трехсотые. Один погиб и много ранен. И что, как это, что люди говорили? Ну, двухсотый. Ну, я так понимаю, мина прилетела, да, или артобстрел был? Мина в дерево прилетела, в окоп, поскольку залетели. Пол лица срезала. Что с ним было? Погиб. Погиб. За что он погиб? Да ни за что. Нет, как это? Так просто человек не может погибнуть. Ну, вот, за что погиб этот? Вы знаете его фамилию и мой отчество? Нет. За что он погиб? Вот вы лично для себя, как человек, пока не говорим там про пропаганду, про страну. Вы лично, как человек для себя, вот, как его звали? Я не знаю, как его звали. Пусть будет Иван. За что погиб Иван? Он не знает, за что сказать-то. Он не знает, за что погибает. Просто не за что. Давайте поговорим. Зачем вы сюда пришли? Надо управлять и спрашивать, зачем себя били войска-то. Вы готовы отдать жизнь, не зная ответа на вопрос? Почему? Нет. Да, тогда расскажите, я же задал. Вы с автоматом. Иван уже погиб в ванне. Точно такая же мина может прилететь в ван? Может. За что бы убили вас? Ну, за что бы вы погибли? А вы понимаете мотивацию? Ваша мама сейчас где? Дома. Ей приносят извещение. Ваш сын погиб. Убираем всю эту туфту про героически, сражаясь, всю херню. Ваш сын погиб. Что ваша мама должна для себя ответить? За что погиб ее сын? За глупые действия своего правительства, скажем так. Ну что, по-моему, все понятно, о чем идет речь. Это вот эти вот, снимает господин Золкин. Вот такие интервью снимаются на его канале. И таких интервью там много. которые сейчас, собственно, под эту мобилизацию попадают, и добровольно идут военкоматы. Нет ли у вас ощущения, что люди как бы просто не понимают, что их ждет на фронте? Есть такое ощущение, безусловно. То есть я опять-таки готов выслушать истории о том, что нам сказали, что мы будем стоять где-то на блокпостах или возить какую-то гуманитарную помощь, как говорят, в принципе, в основном все. То есть если прошлом удалось втолковать в голову, что напередок они не поедут, а будут где-то там на четвертой линии, то почему этих не получится обмануть ровно таким же способом? Если люди не хотят вникать и не хотят знать правду, они ее и не узнают. Вот и все. А если говорить про плен, давайте мы расскажем, вы точнее расскажете, что будет ждать россиян, которые в итоге попадут в плен просто в подробностях? Вы видели вернувшихся россиян вот этих вот людей с лоснящимися лицами, набравшими по несколько килограмм, улыбающихся и рассказывающих о нацистах, о том, что они только что пришли из плена от нацистов? Владимир, а позвольте я вас перебью? Мы просто как раз видео подготовили с одним из таких роликов. Давайте посмотрим. Кормить не кормили, давали только воду пить. Смотрите на эту рожу. В промежутках между, не знаю чем... Вот мы увидели голодающего мужчину, улыбающегося. То есть, вы знаете его фамилия Брашкин, я его помню, они все в принципе были у меня на интервью, я ему даже благодарен. Потому что посмотрев это видео, даже россияне, возможно, задумаются над тем, что он, слушайте, ну такого же не бывает. Стоит теленок, у него даже щеки не впали. Понимаете? Это человек, который на воде сидел. Человек, которого не кормили, он сидел на воде, его били, а тогда, когда он приходил в сознание, он краем уха слышал крики и стоны других людей, которых тоже бьют. Но даже, мне кажется, что даже те россияне, которые смотрят ваше телевидение, посмотрят на этого улыбающегося полного силы жизни человека и скажут, нет, такого не бывает. Так быть не может. Вот и все. Поэтому ответ на то, что их ждет в плену... Ну, что их ждет в плену? Что их ждет в плену? Что их ждет в плену? И там полностью показаны их условия содержания. Еще я хочу отметить, что на этом лагере у нас попеременно, ежечасно и ежедневно находятся то ли представители Красного Креста, то ли представители ООН. А к нашим людям, которые вернулись с обмена, ну, очень красноречиво, по-моему, да, за пять месяцев ни разу представители Комитета Международного Красного Креста не попали. О чем мы еще можем говорить? Что какие условия мы еще можем сравнивать? Если у нас эти представители Красного Креста дежурят и фиксируют все буквально, они с ними как с детьми, с этими людьми, которые, ну, фактически пришли к нам в страну в качестве оккупанта. Как с детьми носятся. А наши люди, которые защищали нашу землю, они не имеют ни связи с родными, ни медицинского обслуживания, ни питания, ни вообще ничего. И если вы посмотрели наше видео, и если вот даже просто фото Дианова вы можете просто показать, да, показать руку человека, да, вот что значит не предоставляли медицинскую помощь. И еще обратите внимание на толщину этой руки, вообще на наших людей, и вы увидите, что значит побывать в аду, что значит побывать в настоящем плюну у настоящих нацистов, да. Вот посмотрите очень внимательно, как вам такое понравится. Теперь давайте посмотрим еще одно интервью. Кусочек. А в населенные пункты долетало? Ну, да, когда было наступление 5 сентября, нет, вру, 5 августа вроде, было масштабное наступление наше. Подграково две деревни вправо, рогатки расходятся, я честно, Маспаново вроде, что-то такое. Там две деревни. Вот в этой деревне в 5 утра был открыт огонь артиллерий, по приказу высшего командования. Туда улетело около двух тысяч снарядов. Две тысячи снарядов в две деревни? Да, примерно плюс-минус. В течение двух часов. А ничего, что там какие-то мирные жители были? Я это прекрасно понимаю. А в этот момент вы что ощущали, когда вы выпускали эти снаряды? Суть в том, в моей работе я не выпускаю снаряды, я немного отстраняюсь от этого головой, думаю, что, ну, дай бог, что я никого не убил. А вы чем конкретно к вашей функции? Моя функция снять координату, сбегать до столба далекого, я так как быстро бегаю, снять координату этого столба, прибежать к Буссоли, посчитать обратно геодезическую задачу, чтобы батарея стреляла куда надо. То есть на север, никак не на юг, куда-то там по мирным жителям, по своим, а именно вот туда. Моя задача вот в этом состояла. То есть он считает, что выпустив две тысячи снарядов по мирным жителям и двум деревням. Это нормально. Он ни при чем. Он весь такой белый и пушистый. Вот мы с вами говорили о том, как выглядят украинские военнопленные, как выглядят российские. Вот этот обмен, я, может быть, даже сделаю отдельное видео, не знаю, когда обменяли бойцов полка АЗОВ, которых захватили на территории Украины, в украинском городе Мариуполе, которые защищали свою родину, свою страну. Их там захватили, похитили практически, вывезли на территорию подконтрольных российским сепаратистам Донецкие там, Луганские вот эти, так называемые, республики. И так далее. Вот это сейчас идет обмен. Причем не эквивалентный обмен благодаря тому, что кума Путина Медведчука украинского политика обменяли на российских военнопленных. Но, слава богу, хоть обменяли. Посмотрите, как выглядят российские военнопленные. Посмотрите на них внимательно. Где следы пыток, где избожденные лица со впалыми щеками. И потом я вам покажу украинских военнопленных. Мирная Украина. Вообще украинцы есть? Нет. Давайте теперь по порядку. Подожди, а у всех там на месте это самое, как сказать, тестикулы. Яйца у всех на месте. Да. Никому ничего не отрезали. Нет. Не запенили тоже. Не запенили тоже. Не запенили. Не запенили, да? Как мы могли. Ладно, поехали. Фамилия и отчество, часть? Тернаев Максим Владимирович. Часть 1340. Звонил. Звонил. Рядовой. Номер расчета. Рядовой Курбанов Олег Нахидович. 03-08-1999 года рождения. 15-й мотострелковой Томанской дивизии. Теперь давайте посмотрим, как выглядят украинцы. Которых их держали целый день. Только вечером начали обменивать. А как же? Томанской дивизии. Так что мы не пили на 20-25 кг. Я зараза расторахую. Это мой друг. Ну, ну, я что я на своем вексе, то зараза не пили. А, что это? Мужчина, который сейчас говорит, у него был размер экстра большой, как это по-русски, не знаю. А стал размер маленький То есть голодом их вроде не морили Он говорит, но давали настолько мало, что они все потеряли в весе и так далее И так далее Поэтому вот Да, пышущей здоровьем лица Ничего не скажешь Будут и дома на рейсе Они рады, что они дома Мы раздали еду, вот сейчас все едят Можете посмотреть это видео об обмене Я тоже сделала на него ссылку А вот как содержатся российские военнопленные Это видео тоже ссылка Нам не договорились за пайку Они там работают Это уже отремонтированы Ремонтируют что-то, работают Им, кстати говоря, за это платят Так что вот в таких условиях находятся военнопленные Можете посмотреть Причем хочу сказать, что Совершенно справедливо То, что Представители Красного Креста И представители международных организаций Постоянно следят за тем, что происходит в Украине Представители ООН Представители разных международных организаций Тоже проверяют и сведения о массовых убийствах И о пытках, и обо всем остальном То есть вот Война в Украине Запомните это себе Это самая задокументированная война в истории Человечества То есть все вот это доказано Есть конкретные доказательства Ищут конкретных виновников Чьи там части стояли Если находят убитых со следами пыток и так далее То есть ясно, кто там стоял Какие части, кто ими командовал И так далее, и так далее То есть ведется конкретное расследование Как по делу об убийстве Поэтому те, кто совершает военные преступления Будут наказаны Будет международный трибунал И там будет сидеть Путин Там будет сидеть Лавров Там будут сидеть все эти пропагандоны российские Включая Симоньян, Соловьева и так далее Которые лгут россиянам И хотят превратить их в пушечное мясо Вот канал «Хочу жить» Это украинский канал Единый центр приема обращения военнослужащих России По сдаче в плен Военнослужащий российских вооруженных сил Ты замечаешь, что тебя встречают не цветами, а огнем и проклятиями Ты замечаешь, что командиры убегают первыми Сохрани свою жизнь и здоровье ради себя и своей семьи Перестань воевать за чужие лозунги Свяжись с нами, сохрани себе жизнь Что гарантируется? Соблюдение стандартов Женевских конвенций по обращению с военнопленными Трехразовое питание, медицинское обслуживание, юридическое сопровождение со стороны международных организаций Регулярную связь с родными Приоритетную возможность обмена на военнослужащих украинских вооруженных сил, находящихся в плену в Российской Федерации Все добровольно сдавшиеся в плен будут оформлены, как попавшие в плен в бою Это сохранит все выплаты и льготы, полагающиеся для российских военнослужащих и защитит от возможного преследования Предлагают сдаться в плен, предварительно обсудив условия сдачи с уполномоченными представителями украинского командования по телефону То есть ссылку на этот канал я тоже дам Что там надо делать, там написано Вот здесь тоже ссылка на это видео, которое я сейчас показала господина Золкина Здесь тоже напоминают, что хотя в России усилили ответственность за добровольную сдачу в плен Они обещают, что все российские военные и военные, сдавшиеся в плен в СУ, будут оформлены как пленные во время боя, а не сдавшиеся добровольно И могут обратиться за спрашением о получении убежища на территории Украины Будьте рассудительны, не становитесь пушечным мясом ради интересов Путина, сохраните себе жизнь С этим же обращением нашим оружием выступил господин Зеленский Нашими ударами Потому что Украина в этой войне защищается Мы защищаем самое светлое Мы защищаем свою жизнь, наших детей, нашу свободу А за что воюет Россия? Каждый гражданин России знает И пусть многие не признают этого Но точно знают, что именно Россия несет зло Украина гарантирует каждому российскому солдату, который сдастся в плен Три вещи Первое, с вами будут обращаться цивилизованно В соответствии со всеми конвенциями Второе, никто не узнает обстоятельства того, как вы сдались в плен Никто в России не узнает, что ваша сдача в плен была добровольной И третье, если вы будете бояться возвращаться в Россию И сами не захотите обмена Мы найдем способ обеспечить и это Украина сделает все для своей победы И каждый гражданин России должен понимать Никакие ухищрения оккупанту не помогут Это выступление господина Зеленского То есть У Украины нет другого выхода Украина защищает свою страну Россияне, которых вы видели Они даже не знают, за что они воюют Сдача в плен это самый крайний вариант из того, что я сказала Потому что вполне возможно такой возможности у вас не будет просто Вас могут убить гораздо раньше, прежде чем у вас появится такая возможность Поэтому запомните главное, не берите повестки, не приходите сами добровольно в военкомат Не становитесь этим пушечным мясом, не становитесь убийцами Не становитесь теми, кто убивает людей в чужой стране за очередную яхту Путина Но в любом случае решение принимать вам Я всего лишь предоставляю вам информацию И где ее найти И кто может вам помочь Вот в той ситуации, в которой вы сейчас оказались Поэтому Решение принимать вам И ответственность за него нести вам Но пожалуйста не дайте себя обмануть Путину Потому что я уже слышала, что вот А как же я буду своим детям в глаза смотреть Вот если вы пойдете в Украину Если вы станете убийцами, бандитами и военными преступниками Как хочет Путин Вот тогда вы не сможете смотреть честно своим детям в глаза Вы будете смотреть своим детям в глаза честно Потому что вы оказались умным человеком и порядочным Который не хочет убивать других людей За Путина За то, чтобы он положил себе в карман очередной миллион И за то, чтобы он остался царем Потому что он предал Россию Он предал вас Он предал ваших детей Он угробил жизнь в России Экономика России будет разрушена и разрушаться И скорее всего сама Россия Не сохранит свою целостность И все это благодаря Путину До того, как он начал войну Даже если не считать 2014 год До 24 февраля этого года В России все было нормально В Украине все было нормально И русскоговорящие города Мариуполи Харьков никто не бомбил Люди ходили в школу и на работу И экономика была в более-менее приличном состоянии Россия не была международным изгоем И о ядерной войне не было и речи Никто на Россию не нападал Никакой угрозы ядерной не было Никому вообще Сейчас Путин лично угрожает всему миру ядерной бомбой Потому что ему, видите ли Не разрешила себя захватить маленькая страна Украина Позор российской армии очевиден всем Он задокументирован И то, что проходит мобилизация Это главное тому доказательство Россия понесла огромные потери Именно поэтому и нужна мобилизация Которую Путин утверждал, что не будет Он вам лгал, он вам лжет И будет продолжать лгать Я говорю вам правду Проверяйте информацию, которую я предоставила Будьте живы До свидания